Всем доброго времени суток и с небольшим опозданием на первый ход первой партии матча. Я приступаю к записи матча Фёдора Малькевича против Ивана Бабикова. Это 1-8 нашего нокаут-турнира. После окончания матча я покажу таблицу, покажу сетку турнира. И в первой партии у нас был сыгран коронный дебют Фёдора, английское начало. И на мой взгляд Иван отреагировал очень хорошо. Он пошёл в эту схему с ходом Д5, это жертва пешки. На мой взгляд белому лучше её не допускать и играть Д4. Так, наверное, закрою консоль, потому что могут писать страшные вещи. И после Д4 получается совсем другая позиция, после он же 2-Д5. В чёрном всё было бы совсем хорошо, если бы у него вот этот ход. То есть белый выигрывает пешку, но чёрный получает мощную компенсацию. Другое дело, что Фёдор часто играет эти позиции, он в целом неплохо в них разбирается. Другое дело, что... Не знаю, Жеф это может какая-то новинка со стороны Ивана, потому что я, по-моему, обычно берут Ферзём и чёрный-чёрный всегда хорошо. В партии такое ощущение, что Фёдор смог в некоторой степени укрепиться. То есть, конечно, позиция остаётся опасной, опасной, потому что, ну, слон на ШТ в непосредственной близости от короля Ж1, у короля нет ходов, ладья на Е1 защищена всего один раз. Смотри, первая горизонталь слаба, но... Тем не менее, всё-таки у белых пока остаётся одна лишняя пешка, и прямого мата вроде бы нет. То есть, почему не сыграть в слон Е4? Что чёрные хотят? Ладья Б6 ладья на королевский фланг вроде бы особо ничего не даёт. Ну, может быть, просто ладья Е8? Да, ладья Е8 сыграла. Другой лошадь, слон на Ш7 есть. Прошу прощения, слон на Ш7, конечно, удара нет. То есть, там на король Аш7, конь Ж5, и в конце как раз подводят ладья на Е1. То есть, белым пока заняться укреплением позиции, это Фёдор и делает, и... По-моему, после хода слоны в 5 чёрным очень тяжело было бы вот сейчас. Вместо ладья С1 слоны в 5, и, по-моему, у чёрных не было бы никакой компенсации за пешку. А теперь она есть. Теперь она есть, потому что вот опять же подвисает последняя. Ладья С2 очень опасно ход выглядит. Как бы здесь не произошло какой-то беды. То есть, вот может быть, может быть, Ивану просто стоило сыграть ладья БЦ2, ФЦ2, ФЦ3. Вот посмотрите, такой вариант. Кажется, что, несмотря на размер ферзей, белым тяжело, потому что слон на Ш3 уж очень силён. Ну, сыграна ФЦ3, конь Е1, и вроде пока белый снова... Снова держится. Очень любопытно проходит уже первая партия. Ну, пару слов о матче. В целом, оба шахматиста играют в наших турнирах очень много. Фёдор так вообще на первом месте по количеству сыгранных партий. У Ивана повыше рейтинг Феникса, повыше рейтинг Феде. Я думаю, что именно Иван фаворит в этой паре, но... У нас даже в нашем нокауте уже было несколько матчей, где побеждали, в общем-то, аутсайдеры. Причём даже более явные аутсайдеры, чем Фёдор в этой паре. Ну и плюс, не стоит забывать, что не так давно Лестер стал чемпионом Англии. Я думаю, что... Если... Даже если Фёдор выиграет этот матч, это по степени сенсационности с темой результатом не сравнится. Не нравится мне ход Кунде 3, потому что в какой-то момент Чёрный Мордеев 3 задвинуть. Не, ну теперь, да, теперь Белый вроде бы вне опасности. То есть надо... Вообще-то Фёдор, по-моему, Фёдор повторяет, надо играть на победу. Да, Ферзев 4 сыграно. Правда, это, да, совсем не лучший способ был игры на победу. Чёрный отобрали на вилке коня, и теперь уже у Чёрных, конечно, абсолютно выиграно. Я думаю, что... Ну, Король Ф... Король Ф1, Ладей Ф1 мат сразу. Ну, тогда придётся сдаться. Ну, наверное, всё-таки стоило, с учётом того, что время подвисало, и, насколько я знаю, Фёдор не очень хорошо играет на совсем падающих флагах. Стоило сыграть Ферзев 8, ещё раз повторить и сделать ничью. Ну, 1-0. 1-0, матч продолжается. Иван играет бянами. Французская защита, опять же. Любимый дебют Фёдора Валькевича. Любимый ответ Фёдора Валькевича на... Ход... Первый ход Е4. И разменка. Ну, вот эта более хитрая разменка с ходом С4. Всё равно у белых Крюшникова перевеса нет. Это изолятор. Не самая плохая версия для белых, но и не самая хорошая. В целом, Чёрные довольно комфортно развиваются здесь. Можно взять на Ф3, проблем не будет, но можно и сохранить слона, наверное. Это более принципиально. А, правда, вот здесь Кунь Е5. Вот это может быть не очень хорошая позиция. Потому что если сейчас белые выйдут Ф4, то чуть-чуть Чёрные не успеют. Такое ощущение, что Иван всё это принёс из дома, так скажем. Потому что встречалась мне уже похожая... Похожие позиции встречались, причём с переменной цвета. И даже вот лишний темп обычно Чёрным, ну, в том случае Белым, не помогал. То есть Кунь обычно стоит на Д7 или на Д2, но всё равно это очень противная позиция. То есть вот грозит Ф5, и что делать, непонятно совершенно. А6 не сыграешь, потому что висит на Ж6. Ну, слон Е4 тоже не сыграешь, потому что Ж5. Даже не знаю, что и сказать. Может просто безнадёжно уже у Чёрных. Может быть просто безнадёжно. Б5 можно попробовать. Белые просто сыграют слон Б3. Вот может быть Б5, слон Б3, Б4. Конь Е4. Ну, тоже вариант, но вот здесь после Ф5 белые выигрывают фигуру. Там, видимо, какая-то идея Конь С3 слон Е5 и пролезть Ферзём на Ж3. Но не верится в это. Очень не верится. Задумался Иван. Ищет наиболее чёткое решение в этой позиции. Ну, Конь Ж6, конечно, довольно слабо, потому что после Конь С3 Белых... Наверное, всё равно остаётся перевес, но этого маловато. Ф5. Ну, в целом... Это и ожидалось. БЦ. Надо играть, скорее всего. Слон Е5. Может быть просто ФЖ в этой позиции. А, ФЖ, кстати, и слон Х2. Вот ФЖ играть нельзя. Потому что на ФЖ слон Х2 и просто ХЖ. Ну, слон Х2 и ХЖ. И у Чёрных неожиданно хорошая позиция. Должен Фёдор находить такую идею. Ну, конечно, слон Х2 сыгран. Кстати, помимо слона Х2, ещё кажется, был ход слон Д4. И чёрные сразу делали ничью. Потому что на взятие слона ФЖ3. Но слон слон Х2 проще, и у Чёрных всего нет проблем. То есть пешка-то лишняя. Все фигуры защищены. И слон, в случае чего, вернётся на Д6. Проблемы с развитием коня Б8, конечно. Да, и вот ещё ФЖ на Ж6 влезает. Может, всё-таки стоило получше рассмотреть слон Д4. То есть, если сейчас Белла отыграет эту пешку, то будет не очень приятно. Потому что счисло на А6 влезает в конце. На многих позициях. То есть слон Д6, ФЖ6. И... Чёрным опять же тяжело развиваться. Я всё равно сыграл бы Б5. На мой взгляд, это пригружается в большинстве позиций. Ну, принципиально, конечно, ничего не меняет. Беллезает слон Б3, да. Вот опять... Опять Федора, по-моему, подводит излишнее... Излишнее стремление к борьбе. Нет, тут слон 6-1-0. Так, просто нельзя было играть. Да, сейчас Чёрным надо сдаться. Хотя, может быть, я на самом деле ввожу у вас некоторые заблуждения. Может быть... Белые уводят короля. Но если белые уводят короля, тогда... Можно просто сыграть слон С3. Даже допустив пешку на Ф7, я думаю, что Чёрные там удержатся. Ну, в общем, да, это был шанс. А теперь шансов нет. Причём нет от слова совсем. Просто слон Е5, по-моему, единственный ход, который позволяет не получить мат сразу. Просто ДЕ. Ферзь Е5, там... ДЕФ7, например. Всё заканчивается. Тут вопрос в том, какой самый чёткий способ поигрыш. Можно вообще сыграть пока Спара, владя А на Е1, чтобы все фигуры работали. Мне, кстати, очень нравится этот ход по своей идее. Ну, Иван предпочитает радикально решать партию. Тоже... Тоже возможно. Настолько выигранные позиции, можно играть как угодно. Ну, надо Чёрным сдаться. Слишком, слишком всё плохо. Счёт довольно быстро становится 2-0. Фёдор находится в ситуации, в которой ему необходима хотя бы одна победа. Ну, да, слон ДТ, это просто самый простой здесь мат. На КХ6, ферзь Е6. На КХ8, ферзь Е8. Чёрные сдаются. Сейчас должна начаться третья партия. В целом, я не могу сказать, что у Фёдора нет шансов в этом матче. И борется он вроде бы неплохо, но... Вот как-то пока не складывается. Иван немножко лучше видит тактику. Иван не видит тоже всей тактики в позиции. Но видит её лучше, чем Фёдор, и пока этого хватает. И в третьей партии у нас Фёдор Малькевич играет белыми. Английское начало. Не очень большой сюрприз. И вот Фёдор не хочет, ещё раз, я так понимаю, идти в эту позицию с... С лишней пешкой. И вот играют более... Более такой спокойной разновидности. Я, кстати, не знаю, то ли белые хотят Е4, То ли просто вот хотят играть сицилянскую с переменой цвета. Кстати, меня всегда удивляло, почему Фёдор играет... Готов играть вот такие сицилянские позиции с переменой цвета, белыми. И не играет, собственно, чёрными сицилянскую защиту. Надо будет на него спросить, в принципе. Ну, а тут да. Тут я удивлён, что Иван настолько долго думает. Позицица совершенно стандартная и, в общем-то, теоретическая. Удвигать конь Б6. А правда вот, видимо, Иван ищет нюансы в положении пешки на Д3. Потому что обычно чёрные не могут, если раз, лон Е6, лон Е7 сразу, Потому что белые крутые, они прорываются до 4. А здесь, может быть, и могут. То есть чёрные хотят выгадать полтемпа и сэкономить на ходе конь Б6 По сравнению с основными теоретическими линиями. То есть белые проводят Д4, но это с потерей темпа. Думаю, что чёрные... Ну, белых не хуже, но и не лучше тоже. Другое дело, что всё-таки так конкретные вопросы заданы. Может быть, тут не всё и так просто. Конь Д4. Конь С3, конь Б4, конь С3, конечно, можно сыграть. Но большой радости в этом нет. То есть, видимо, слон Ф6 задумал Иван. Почему Иван в слон Ф6 не пошёл? Это совсем непонятно. Мне кажется, можно было более удачную редакцию получить. То есть Иван как-то довольно сухо играет вообще в эту партию. То есть... Иван понимает, чего устраивает ничья. Но, как бы, в Блице делать ничью таким образом, это странное решение. Слон Ф4, логично. Пытается Фёдор оказать на ферзевый фланг соперника некоторое давление. Не знаю, слон Ф4 сильнейшее решение. Или, может быть, ладья Б1 была поточнее изначально. Но... В любом случае... Рисунок позиции сильно не меняется. А другое дело, что у Чёрных... Ну, в принципе, одна слабость на Б7. Чёрные должны быть в состоянии её удержать. К тому же, у них есть контур-гроза. Например, слонов 6 в этой позиции. Ну, и к тому же, Чёрные просто хотят, может быть, сыграть ладья Д8, ладья Д7. То есть, занять открытую линию и избыточно защитить пешку на Б7. В общем, явно Фёдор не получил никакого перереза. Может быть, если Чёрных получишь немножко. Может быть, нет. Ну, не знаю, без ходов ладьями не обойтись. Надо играть, видимо, ладья А на Б1 всё-таки. Диаев на Б1 тоже возможно, но выглядит странновато. Вот что на слон Ф6? Не потеряется ли там качество в углу доски? Как бы наш матч не подошёл к завершению неожиданно. Да, слон Ф6 исполнено и... Проблемы. Потому что на ФБ4 просто взятие, и на ладья Б4 слон С3. На ЦБ потеряется ладья. Ну, на любой отход Ферзя надо посмотреть. Скорее всего, слон С3 пройдёт. Может быть, в худшем случае Ферзь С3. Тяжело. Фёдору тяжело. Надо было использовать шансы, конечно, в первой партии. Особенно это касается самой первой партии, где у Белых был явный перевес в определённый момент. А тут уже поезд уходит. Ну, надо что-то делать. Надо что-то... Надо куда-то уводить Ферзя. Всё бывает. Это Блиц. Пороться до конца. Видимо, играть что-то вроде Ферзь Е3. На слон С3 можно пробовать слон С7. Кстати, это шанс. Ферзь Е3, слон С3, слон С7. Остаться всего лишь без пешки и оказывать давление... По-прежнему оказывать давление на ферзевый фланг чёрных. Найдёт ли этот ресурс Фёдора, конечно, большой вопрос. Я лично не уверен. К тому же после Ферзь Е3 надо ещё считаться сходом Ферзь С3. Наверное, лучше Ферзь... Солн С3, слон С7. Интересно, видит Фёдор эту идею? Я надеюсь, что видит. Нет, к сожалению, не видит. Но здесь у нас, я думаю, интрига сейчас закончится. Чёрные просто соберут ладью, и как бы от шаха на H7 никто не умирал. Мало того, что от него никто не умирал, я сомневаюсь, что чёрные даже... ...простуду от него подхватят. Настолько всё выглядит безобидно. Напишу зрителям, что... ...был такой вот шанс. Ну да. Ф5 тоже очень сильное решение. Мне оно немножко не нравится, потому что король ослаблен на самом деле сильнее, чем по слону на H7. Но тут, видимо, уже дело в вкус. Пытается вот Фёдор воспользоваться этим микрошансом. Вообще, пешка... ...пешка G7... ...точнее, пункт G7 может в каких-то позициях стать немножко слабым. Другое дело, что позиция остаётся выигранной. Вот может быть просто он Ф3. Взяли на А1, взяли на А1, и вблиться это позиция, в которой есть борьба. Потому что длинная диагональ свистит. Ну, ладья бы 7, это уже отчаянные какие-то движения. Слон А1, ну и... ...тут просто сохраняется слон, а если сохраняется слон, то на G7 не прорвёшься. То есть Фёдор бросается в какую-то психическую, видимо, атаку, но... ...самое смешное, что белые, в принципе, ничем не грозят в этой позиции. То есть можно сыграть слон Ф6, встать поплотнее, и партия закончится. Я, наверное, так и сделал. Слон А1 всё-таки выглядит немного оторванным от... ...от позиции... ...от, скажем так, остальных фигур. Надо сыграть слон Ф6. Ферзия 1 наверняка тоже выигрывает достаточно легко, но это... ...немножко странное решение до Блиц. Потому что после Ферзия 1 приходится чуть больше думать чёрного. Но всё равно, да, абсолютно выигранно. Не получается добраться до пункта G7. Да, здесь слон Д5, и партия закончится. Слон Д5, это, на самом деле, мат в несколько ходов. В два хода, видимо. На король H3, ферзи 4 или ферзь H5. На король G1, ферзи 1 или ферзь D1. Сдаётся Фёдор, счёт 3-0. Я не знаю, состоится ли у нас третья партия, но пока возьму... ...возьму паузу. Прошу прощения, состоится ли четвёртая партия, конечно. Да, конечно.